Субтитры подогнал «Симон» Роман, как ты думаешь, когда мужик не Блюхера и не Милорда, глупого Белинского и Гоголя с базара понесет? Ну, сбылась мечта великого русского поэта, потому что кто такой Блюхер того времени, сейчас мало кто знает, и кто такой Милорд не знает. Их с базар, то есть из книжного не несут, а вот Белинский и Гоголь на полках есть. Так что вот эта мечта конкретная, она сбылась. Ну, вот по поводу того, все-таки знают эти имена или нет, вот того же Белинского, кстати говоря, потому что мне кажется, кстати, вот если бы Белинский в свое время опубликовался не только в журнале «Современник», а если бы он издавался все-таки, то тогда его имена, глядишь, вот эти самые люди православные, крестьяне православные знали. Ну, не было тогда поддержки книгоиздательства государственной, видимо, не было. Видимо, да. Ну что же, время начинать программу, об этом и не только мы сегодня будем говорить с заместителем губернатора Нижегородской области Сергеем Потаповым. Встречаем. Ну, вначале здравствуйте. Здравствуйте. Вы, наверное, слышали о том, что мы начали нашу программу с некрасовских строчек, и не зря, потому что проблема качественной литературы, она, в общем-то, по-прежнему остается нерешенной. И по-прежнему и Гоголя, и Белинского, если вы знаете те самые имена, с которых мы начали, в общем-то, читает довольно узкий круг людей, специально обученных. А фамилии Блюхера и Милорда можно заменить там на Донцову, ну, еще на кого-нибудь. Ну, вот эти фамилии, кстати говоря, если в рифм придумать что-то такое, да, они, конечно, меняются. А вот что касается качественной литературы серьезной, то, в общем-то, она по-прежнему читается небольшим количеством людей в целом, если говорить об общей миссии. Вы согласны с этим или нет? Ну, вы понимаете, для меня, если взять мое детство, главной задачей была, как получить доступ к какой-то книге, потому что дома я перечитал все, что было у папы с мамой. Причем вспоминаю, как это под одеялом, ночью фонарик, и читаешь эту книгу, как говорят, за поем. Поэтому то, что сейчас, в эпоху, в 21 веке, во время такого информационного взрыва, ходит молодежь с планшетами, с айпадами и читает там что-то, с одной стороны, ну, хоть что-то читает, а с другой стороны, ты прекрасно понимаешь, чего она себя лишает. Ну, мы говорим, опять же, о том, что читают качественную литературу, вот классику читают мало, и наших современников серьезные. Да, был действительно очень серьезный провал, когда вообще книги по статистическим данным, по опросам населения, по картотекам наших библиотек практически не читали, они не были востребованы. Сегодня, я могу сказать, это не в этом году тенденция наметилась, эта тенденция, наверное, наметилась года два назад, все-таки пошли люди в библиотеки. А вы мониторите все-таки ситуацию? Да, мы мониторим ситуацию, более того, знаете, радует, если буквально каких-то 8-9 лет назад на первом месте стояли вот эти, то, что на книжных развалах-то лежат детективчики, эти любовные романы, то сейчас, там доходило до 35-36%, то сейчас где-то падает это и на первое место выходит все равно. Конечно, малый процент, он все равно там, по последнему я давно смотрел, там 25-26%, но это все равно первое место, это классическая литература. Русская, это классическая литература, и Гоголь там есть, и есть там и Некрасов. Эта потребность, я думаю, что она в нас находится на генетическом уровне, она где-то замерла, потому что была не востребована. плюс, я считаю, что и общество само виновата в том, что молодежи не прививался вкус к книге. А может быть, как раз интерес к чтению в советское время был как раз потому, что книги были определенного рода дефицитом и таким своеобразным даже фетишем для многих, а когда их стало много, когда можно прийти в любой книжный и там 100 тысяч томов стоит на полках, и люди просто не знают, что выбрать. И из этих 100 тысяч ты не знаешь, наверное, 98% имен, потому что у нас какой-то бум писательский секрет. Я вам хочу сказать, что, вы знаете, действительно, книга, хорошая книга была дефицитом, и хотелось поставить на полку у себя дома новую книгу какого-то, но, тем не менее, не сам издат, а вот в таком простом издании книги классиков, они были всегда во всех книжных магазинах, их можно было купить, я имею в виду и Толстого, и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголя, а вот, скажем, я в 2005 году в Нижнем Новгороде ни одного томика Горького ни в одном книжном магазине найти не смог, и вот, когда мы начали реализовывать программу книгоиздания, вы помните, мы первым делом издали собрание сочинений Горького. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу в разговоре и посмотрим, как открылся год литературы в Нижегородской области, а потом поговорим о программе поддержки книгоиздательства. Дома читаем, когда уроки все сделаем, там очень интересные и познавательные темы. Устами младенца, как известно, глаголит истина. А как по-другому? В этом году юные нижегородцы читать обещают больше, все потому, что объявлен 2015 годом литературы. Официальное открытие вовсе не в стенах библиотеки, а на улицах города. И сегодня здесь не иначе, как любовь к книгам греет нижегородских читателей в такую стужу. Мы еще раз как-то подкрепленем и всех проходящих по покровке гостей города, нижегородцев наших, привлечем еще раз к книге, к литературе, в первую очередь к русской литературе. Здесь, кстати, и прогуливается госпожа литературы, такой персонаж. Она дает советы по детскому чтению, знакомит с лучшей детской литературой. А библиотеки все ждут нижегородцев у тебя, своих стих. А вот, кстати, и сама госпожа литература пожаловала на собственный праздник. Пришла она с советами, как водится, филологическими. Что читать детям и на что обратить внимание родителям. Главная все-таки идея, чтобы читали современную детскую литературу для подростков. Потому что именно в современной литературе отражаются все те проблемы, с которыми дети сталкиваются. Это очень важно. Не искать их в прошлом. Рассказывает нижегородцам о своих любимых книгах губернатор Валерий Шанцев. Бороться, искать, найти и не сдаваться – девиз героя романа Каверина «Два капитана» глава региона выучил еще в детстве. Через спорт, учебу и взросление прошел он с этим девизом. А сейчас литературные предпочтения губернатора – исторические романы, публицистика и философия. В своем плотном, рассчитанном по секундам графике Валерий Шанцев находит время книги. Такого богатства, как у нас, нет ни в одной стране. Это они, наши писатели, читают. Это они нашу историю изучают. Это они, как модно сейчас говорить, тащатся от нашей культуры. Потому что вся эта масса культура, даже фильмы сейчас смотришь уже, я иностранные вообще не смотрю. Потому что уже вначале знаешь, с чем закончится, только не знаешь, где и как. Остальное все понятно совершенно. У нас это так написано, что тебя держит это до самого конца. Поэтому я поздравляю всех с годом литературы. Читайте, думайте, обогащайтесь, переживайте вместе с теми, кто в свое время сам переживал, когда это писал. Губернатор Валерий Шанцев на открытие года литературы пожаловал с подарками. Главы четырех районов – Варнавинского, Ветлушского, Краснобаковского и Лукояновского – получили ключи от передвижных комплексов, которые позволят даже в самых отдаленных уголках области проводить литературные встречи, выступления, праздники и концерты. Они рассчитаны на то, чтобы можно было подъехать по грунтовой дороге любой деревеньки. Они вместо разворачиваются, оснащены аппаратурой, автономным питанием электрическим и можно проводить праздники прямо в деревне. Мы больше не возглавляем список самых читаемых наций и плетемся чуть ли не в хвосте. И, возможно, год литературы в корне поменяет эту ситуацию. Благо, литературных событий запланировано множество. Следите за новостями. Это программа «Арсонга». Мы продолжаем. У нас в гостях Сергей Потапов, заместитель губернатора. И, Сергей Александрович, вы пришли к нам не просто так, вы пришли к нам с книгами. Как эти книги появились на свет и почему именно с этими книгами вы к нам сегодня пришли? Ну, дело в том, что несколько лет назад, а точнее в 2008 году, по инициативе нашего губернатора Валерия Павловича Шанцева, родилась идея создать некую программу поддержки книгоиздания. Причем изначально задачи ставились таким образом. Сначала книги о нашей Нижегородщине, книги патриотические, а во-вторых, книги наших нижегородских авторов. И был создан издательский совет. Мы в первом году получили в 2008 году 29 заявок. И на те суммы, которые смогли из бюджета для этого изъять, издали 11 книг. Интерес был настолько большой, что часть наших книг затребовали на всероссийские выставки. И мы поняли, что мы на верном пути. И вопрос только стоит о том, что как бы найти побольше средств для издания этих книг и выработать правильные критерии. Потому что вы сами понимаете, когда 29 заявок издаются, 11 книг, это значит, как минимум 18 обиженных. А как правило, за каждым... А художник обидеть может каждый. Да. А за каждым одним произведением стоит и его автор, там, и оформитель, и художник, и даже книгоиздатель, который готов эту книгу издать, но у него не хватает на это средств. И тогда мы решили выработать некие критерии. И сегодня это выглядит достаточно демократично, достаточно интересно. По крайней мере, я могу сказать, что ни разу ничего не было обжаловано. У каждого члена издательского совета есть право голоса. А сколько в этом совету? Что? Ну, он варьируется и каждый год, и 15, и 7. 15 человек. Достаточно большое количество. Около 20, да. Но ведь мизерные тиражи. Тысячи экземпляров. Это на всю Нижегородскую область. Ну, вы знаете, ведь программа была рассчитана в первую очередь на то, чтобы заполнить наши библиотеки. Мы действительно, вы знаете, по этой программе на бесплатной основе, поскольку деньги бюджетные, передаем ежегодно деньги в библиотеке. Вы видели это. Мы во время церемонии, посвященной итогам деятельности за предыдущий год, мы это прямо официально объявляли, что все книги передаются в детские библиотеки, во взрослые библиотеки. Никаких книг из этого числа нету, которые бы шли, ну, скажем, на подарки за этот счет и так далее. Все это либо покупается населением, и я вот с удовольствием в дом книги, когда прихожу, а этот у меня ритуал два раза в месяц. В аванс и в подсчет. Правильно, правильно, потому что я вот как от папы, жена смеется, я приношу ей листочки, на котором написано, какие книги я купил. Прочитав многие из них, я просто их тоже передаю в библиотеки, потому что возможности хранить их все дома нету. Поэтому я считаю, что если у тебя есть возможность покупать книги, читать книги, надо их потом дарить. Неважно кому, друзьям, знакомым, детям, в библиотеке, но книга не должна стоять на полке, книга должна жить. И все-таки вот те книги, которые вы публикуете в рамках эпизодской программы, это в основном учебно-популярная литература, то есть художественная? Нет, это книги, скажем, Нижегородский автограф, неизвестный Нижний Новгород, Нижегородское притяжение, музыка над Волгой. Это книги, рассказывающие о том, чем мы гордимся в нашей Нижегородской области. Такие же книги есть у нас целые издания, которые получили гранты по нашей издательской программе. Это книги, посвященные нашим художественным промыслам. И если вы помните, вот этот «Десятитомник», «Народные промыслы Нижегородской области», это вообще фурор был. Не только на книжном рынке, но это вообще в культурном, во всей среде. И сейчас ко мне часто приезжают, говорят, найди, пожалуйста. Я говорю, это невозможно найти за любые деньги. Не переиздается больше. Да, найти невозможно. Ну, если серьезно этим заняться, а сейчас в условиях финансовых вот таких, в которых наша страна находится и наша Нижегородская область, вы прекрасно понимаете, мы большинство программ такого рода решаем с помощью спонсорства и так далее. Кстати, вот здесь по схеме книгоиздания, когда мы решали вопросы, на какие книги деньги выделить, там же система баллов. С помощью экспертов каждый голосует, баллы начисляются. И потом просто выстраиваются все книги по баллам. И вот кончились деньги бюджетные, и все. А мне сидят и говорят, Сергей Александрович, а вот она заняла следующее место, а ее бы хорошо бы тоже издать. А вот следующее, я говорю, ну, у меня нет дополнительных. Поэтому, я помню, договаривались с Сбербанком, договаривались с Нижегородской ярмаркой, и они частично тиражи выкупали, в результате продвигалась планочка, там они и жили, и следующие пару книг мы зацепили. Подтягивайся. Да. Вот эта книга Семена Лозинского, тоже уникальная, конспект моего времени, это здесь вообще вся эпоха в фотографиях отражена наша, советская. Возвращенные имена книга просто замечательная. Это о тех нижегородцах, которые незаслуженно забыт, которые пропал, и так далее. Ну и последний аспект, о котором я говорю, и в обязательном порядке каждый год мы на это средство выделяем, несмотря на то, что даже рейтинг может быть чуть-чуть пониже. Это вот та самая библиотечка Дятловых гор, это наши молодые поэты и писатели, нижегородцы, потому что, ну, в свое время один из моих педагогов употребил, немножко перефразировав известную фразу, он говорил так, гений и посредственность пробьются сами, а вот таланту надо всегда помогать. И поэтому будем надеяться, что кто-то из этих ребят действительно талантлив, кто-то из них и девчонок. И мы потом будем гордиться тем, что первую книжку мы напечатали по программе нашего областного книгоиздания за счет средств областного бюджета. Давайте поставим небольшую точку в нашем разговоре. Сейчас у нас короткий рекламный блог, не переключайтесь. Это программа «Арслонга». Сегодня мы говорим о книгах, которые издаются в Нижегородской области, и о программе поддержки книгоиздательства. И у нас в гостях Сергей Потапов, заместитель губернатора Нижегородской области, который как раз курирует эту программу. До конца февраля вы принимали заявки на 15-й год. Да. Есть у вас там свои фавориты? Нет пока фаворитов. И более того, 23 заявки поданы на сегодняшний день, прием закрыт. Я должен узнать, поскольку я являюсь руководителем издательского совета, обо всем последним. То есть вы еще не знаете? Для вас это будет сюрприз. Я не читаю, я буду читать. То есть вы не читаете список этот? Ни в коем случае. Более того, фавориты я вам назвал. Фавориты – это сначала о Нижегородщине, патриотизм, затем нижегородские авторы. Потому что я с уважением к любому автору из любого региона России. Но, извините меня, в наше сложное время надо поддержать своих. А хорошо. А мог к вам, например, обратиться абсолютно молодой человек, у которого нет имени? Потому что все-таки я думаю, что в основном… Пожалуйста, вот они. Вот это вот, скажем, такой формат. Вот они. Абсолютно. Эти люди, которых вчера фамилии никто не знал. Сегодня кто-то читает эти книги, завтра, может быть, мы уже более серьезно мы сдали. Над вами нет вот этого самого, скажем. Имя над вами не висит, когда Моклов меньше. Вы понимаете, что вот если вот это имя сейчас не обзаковать, то будут Знаете, самое сложное, когда вот идет голосование, и вот здесь начинают некоторые члены издательского совета говорить, ну вы что, ну ведь это же вот и называют фамилией. Это же… Ух, глыба, а вы… Ему у него там 5 баллов не хватает. Ну, ребят, условия-то для всех одинаковые. Это раз. Во-вторых, ему-то, наверное, проще с поиском спонсоров для издания своей книги, чем вот этим ребятам, которых никто не знает. Это два. И третье. Ну, давайте не изменять своим принципам, которые мы определили в самом начале. А теперь все-таки последнее. Скажите, пожалуйста, слово, потому что время наше заканчивается. Есть ли аналогичные программы в других российских регионах? Вы знаете, директор федерального агентства в печати Сеславинский даже письмо прислал благодарственное Валерию Павловичу Шанцеву за реализацию этой программы. Не потому, что он наш земляк. Сеславинский, естественно, наш земляк. Да, да, да. И он здесь женский родился. Но потому, что именно такая программа существует. Они в каком-то виде есть, но вот то, что мне попадалось, и я читал, как они устроены, там все-таки целенаправленные на какие-то книги. То есть выделяются средства на поддержку вот этой, вот этой, вот этой книги. У нас, и губернатор наш с этим согласился, у нас решение издательского совета. И поверьте мне, что там имеют только один голос. Все решается голосованием. И если какое-то решение принять, вот скажем, как в отношении этих, пусть недобор баллов, но мы сэкономили на том, что часть спонсор проплатил у тех победителей, которые мы определили, на оставшиеся средства издадим вот этих своих. В общем, у нас такая там бухгалтерия. Молодых ребят. Достаточно сложная. Завершая наш разговор, как вы сами читаете книги? Вот у вас есть какое, вы сами можете заснуть, например? Ну, частично я вам же ответил. Засыпаю я мгновенно. Если я лягу и ухо к подушке, любое время, только дайте. Это так по жизни получилось. А желание и стремление почитать перед сном, это в обязательном порядке. Я семь, восемь, девять страниц должен прочитать. И это началось, я вам уже говорил об этом, с чтением под одеялом, с фонариком. Сегодня я просто в темноте иду, открываю свой книжный шкаф, в котором еще книги, которые я не раздал, наугад беру какой-то томик, наугад раскрываю страницы, с удовольствием читаю, успокаиваюсь. Если что-то целенаправленное, ну, могу сказать, если предстоит операция, были такие эпохи в жизни. Конечно, рядом со мной лежит томик любимого Джека Лондона или Лермонтова. Если у меня какая-то, ну, бывает такое, хандра, я с удовольствием беру Чехова и читаю его рассказы. Если на какой-то философский лад меня наткнул, я опять возвращаюсь к Лермонтову. То есть любимое есть, любимое всегда востребовано, и я очень желал бы, чтобы такая востребованность была у всех. Спасибо большое. Спасибо вам за разговор. Напомню нашим зрителям, что у нас сегодня был сам губернатор Нижегородской области Сергей Потапов, а у нас наша постоянная рубрика «Чтение слуха» и «Слово Юрию Немцову». Говорят, в поэзии главная тайна. Все может быть на месте. Рифмы, метафоры, аллегории, а нет тайны и нет поэзии. А бывает наоборот. Ни рифмы, ни метафор. Все просто, как в детстве. Понятно, как в детстве, когда дедушка сажает тебя на колени, начинает тихонечко потряхать. Потом все сильнее и выше. По ровненькой дорожке, дорожке, дорожке. По камушкам, по камушкам. По кочкам, по кочкам. В ямку. Бух! Провалились. Вот это вот бух! И есть тайна. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Знакомые школьные строки. У меня и книжка-то из школьной библиотеки. Ну, какая тут может быть тайна? Ровный, как бы разговорный стих, похожий на детскую считалку. На вокзале, в третьем зале, труп лежал без головы. Или как у Юршова в коньке-горбунке. У крестьянина три сына. Старший умный был детина. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. По ровненькой дорожке, у тебя начинает потряхивать. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, Погрузился на понтонный первый взвод. Укороченная строка с боя ритма. Первый взвод, как в перебое сердца. И сразу тревога, предчувствие, которое не обманет. Налегли, гребут потея, управляются шестом. А вода ревет правее, под подорванным мостом. Вот уже на середине их относят и кружит. А вода ревет в тиснение, жухлый лед в куски крошит. Меж погнутых балок фермы бьется в пении, в пыли. А уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит протока, и круглом чужая ночь. И уже он так далеко, что ни крикнуть, ни помочь. И чернеет там зубчатый, за холодную чертой, Неподступный, непочатый лес над черной водой. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночью след кровавый в море вынесла волна. Было так. Из тьмы глубокой, огненный взметнув клинок, Луч прожектора протоку пересек наискосок. И столбом поставил в воду вдруг снаряд. Пам, тонны, в ряд. Густо было там народу наших стриженных ребят. И увиделось впервые. Не забудется оно. Люди теплые, живые. Пошли на дно, на дно, на дно. Вот и все. И вся жизнь. По ровненько дорожке в ямку буху. Конечно, все там будем. Но эти-то молодые, стриженные, теплые, живые, на дно. На дно, на дно. Под огнем неразбериха. Где свои, где кто, где связь? Только скоро стало тихо. Переправа сорвалась. И пока мест неизвестно, кто там робкий, кто герой. Кто там парень расчудесный. А, наверное, был такой. Переправа, переправа. Темень, холод, ночь, как год. Но вцепился в берег правый. Там остался первый звук. Сколько раз это читаю? Всякий раз одно и то. Вот это и есть тайна. Александр Трифонович Твардовский, Василий Теркин. Поэма про бойца. Великая, величайшая поэзия. Спасибо большое Юрию. Его выбор книг всегда очень точен. И, может быть, рано или поздно одна из книг как раз будет из тех, что изданы в Нижнем Новгороде. Как раз вот по этой программе поддержки, о которой мы говорили. Потому что он нам рассказывал и о таких книгах в том числе. Спасибо, Юра. А сейчас афишу самых ярких культурных событий наступающей недели. Еще одна неделя. Позади, впереди полная культурных событий, выходные и будни. Гид по главным культурным событиям недели прямо сейчас. Фестиваль французской анимации стартует 23 марта в Арсенале. Во Франции анимация является скорее искусством, чем бизнесом. Наряду с японской и американской она занимает место в тройке мировых лидеров. Если диснеевские мультфильмы рассчитаны на массовый спрос, а японское аниме на любители причудливого кино со сложными сюжетными поворотами, то французский продукт отличается разнообразием тематики, формы и направленностью на интеллектуальную аудиторию. Так ли это остается несколько дней, чтобы узнать? Любители отечественного классического искусства в эти выходные обязательно должны отправиться в художественный музей. Брюлов и Бенуа, а между ними целое столетие живописи. В экспозиции более 120 работ знаменитых русских художников. Так масштабно оригинальную графику не выставляли в Нижнем Новгороде уже много лет. Цвет русского искусства 19-20 веков. Брюлов, Айвазовский, Малявин, Нестеров, Серебрякова и Серов. Стоит поторопиться с посещением выставки. После ее окончания оригинальная графика и акварель вернутся в фонды музея на длительный отдых. И еще несколько лет зритель их не увидит. Музыка свободы в исполнении звезд мирового джаза. Впервые в Нижнем Новгороде обладатель премии Грэмми Билл Эванс и его джаз-бэн Соул Грасс. Квинтэссенция американской музыки. Уникальное сочетание ритмов образует мощный эмоциональный музыкальный стиль, соединяющий в одном проекте инструменты, используемые в джазе, роке и блюграссе с ярким вокалом. Соул Грасс — это группа, которая опровергает всякую логику. Если у вас с ней все в порядке, проверьте наверняка на концерте 25 марта. Чисто французская комедия в драмтеатре. За постановку пьесы «Бог резни» популярного европейского драматурга Ясмина Реза взялся нижегородский режиссер Леонид Чигин. В основе сюжета — история о двух семейных парах, со своими проблемами, взглядами на жизнь и скелетами в шкафу. Пьеса рассчитана на квартет актеров. Французскую комедию перевел на русский известный писатель Дмитрий Быков. Провокационное название «Бог резни» он не разрешил изменить на более лиричное, придуманное в нашем театре. Какие прекрасные тюльпаны! Пьеса повествует о конфликте и о том, что зачастую человеческими отношениями правит не любовь, а война. Это был лишь краткий путеводитель по культурным событиям. Вам остается не потеряться и пестить наиболее яркий из них. До встречи! Это была программа «Арс Лонга». Ищите нас в интернете, в фейсбуке и на ютубе, на сайте НТВ.ТВ и, конечно же, в эфире телекомпании НТВ каждую пятницу в 18.20. Увидимся! Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!